Видео строительство нашего центра. Как вы понимали? Мы его за три года построили. С 1947 года, когда первые были индустриальным методом пробулины скважины и добыты нефти. С чего начиналась вообще история нефти? В 1859 году был построен первый нефтеперерабатывающий завод. Технология. Технология. Своя. Все свое. В свое время здесь работали ротшильды, мобили. Они привозили сюда тоже новые технологии, изобретая. Практически все изобреталось здесь. В 1877 году впервые был построен танкер, который перевозил нефть. Опять же, все в первый раз в мире. В 1949 году мы начали офшорную добычу нефти в море. В открытом море начали. На эстакадах тогда создавали все это. Строилось и добывалось. Где-то в начале 20-го века мы практически половину нефти производили. В 1994 году с приходом к власти нашего национального литера и географии был подписан контракт века. И в Азербайджане фактически долгое время не видели инвестиций в нефти в секторе. Появились первые инвестиции благодаря созданному консорциуму. В 1999 году был создан наш фонд для того, чтобы доходы от этого контракта поступали в свой фонд. В 2000 году был утвержден наш основание. В 2002 году был заложен Баку-Тебилиси Джейхан. В 2006 году Баку-Тебилиси Эльзерун. Это основные трубопроводы, по которым сегодня идут нефтегазные мировые рынки. В 2012 году мы заложили так называемую трубу Танапу, которая является частью южного газового коридора. Как видите на этой карте, она соединяет Азербайджан с Европой. Проходит через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию. Соединяется в Италию, под Патриотическим морем, Южный газовый коридор. А это длинность сколько километров? 1700 километров. Из разнообразных валют, в основном 50% это доллары США, 35% евро, 5% фунты стерлинги. У нас также около 5%. На сегодняшний день... Сейчас, поста, я пока плакаю. После сегодняшнего сезона будет новая поводца. Обязательно посмотрите. Организация, публикуем отчеты с первого дня создания фонда. Здесь информация о том, какие проекты нефтенный фонд финансировал на протяжении своего существования. Начиная с 2001 года, первой нашей инвестицией было строительство поселений для беженцев и вынужденных переселенцев. Знаете, у нас конфликт по городу Карабахи, в результате которого около миллиона людей оказались изданными из своих домов. И по сегодняшний день, к сожалению, этот вопрос лишен. В свое время у нас было около 100 тысяч людей, живя в палаточных городках. И на сегодняшний день этих палаточных городов нет, благодаря нашим финансированию и строительству. Это закладка Баку-Кибилиси, Джейхан, основного нашего нефтяного трубопровода, тоже финансировалась нефтяным фондом. Строительство двух основных водных проектов в Азербайджане. Это очень успешный проект по поведению питьевой воды в Баку. Строительство Самураб-Широнское водохранилище. Мы также финансируем Баку-Кибилиси-Карс, это железная дорога, которая соединяет, на самом деле, Китай с Европой. Мы вкладываем в образование, у нас есть программы, по которой граждане Азербайджана получают финансирование и учатся в лучших университетах. Финансируем строительство нефтеперывающих заводов в Турции, Стар. И также мы являемся одним из финансистов по самому южно-газовому коридору. Продолжение следует... Уважаемый... ...частью основания медициной строительства. И основной целью этого контракта было приобретение... В последующем, после того, как разработка этих основных строительств началась, принимаем на следующем слайде, с 95% компаний. Это было связано с тем, что на... ...и остается на сегодняшний день. Таково фонд служит своего рода отводом этих денег, источник доходов для сегодняшних стран. Это страны наблюдательного совета. Наблюдательный совет государства парламента. Также на 10-м слайде показывают, что фонд является глобальным инвестором в Лондоне, в Москве, в Париже, в Сеурии, в Токио, в Милане. Все эти цели недвижимости коммерчности и подотчетности фонда. Инвестиционный фонд. Очень интересная информация. И я думаю, начин с того, чтобы отвечать. Наверное, кому я тут, да? Там полтора миллиарда людей находится в Китае. А что он захотел? Какие замыкнут? Огромные. Мы тоже приедем, посмотрим, какие сейчас будут. Удивима. Удивима. Продолжение следует...